В Волгоградской области продолжается газификация населенных пунктов. В этом году построено и введено в эксплуатацию 138 внутрепоселковых газопроводов. Еще 36 объектов также готовы к запуску. А на днях голубое топливо пришло к жителям сразу двух сел средних Тубинского района. Радости Татьяны Григорьевны нет предела. Наконец-то в ее доме появилось заветное голубое топливо, которого в поселке ждали два года. Газ освободил пенсионерку от многих хлопот. Теперь не надо закупать уголь и дрова. В год это обходилось 25 тысяч рублей. Ежедневно растапливают печку, а в доме теперь всегда чисто и тепло. Я даже сегодня встала в 7 часов и говорю, ой, а что же я лежу печкой, вспомнила. А то я в 6 стою печь затапливаю. А сегодня прям красота. Спасибо большое. В ноябре голубое топливо пришло в 140 домовладений поселка Великий Октябрь средних Тубинского района. Радуются и 87 в соседней визовке. Газификация вдохнула новую жизнь в отдаленные деревни, отмечают в Куйбышевском сельском поселении. Это был новый уровень жизни. Почему? Потому что, живя в сельской местности, всегда помнишь, если нет газа, что надо затопить, протопить, отнести, подготовиться, предусмотреть деньги на покупку угля и дров. Когда есть газ, об этом просто забываешь и не вспоминаешь об этом, а всегда дома тепло и комфортно. Несмотря на финансовые трудности, администрация региона продолжает газифицировать села и хутора. Скоро голубое топливо придет еще в 300 домов средних Тубинского района. После того, как газ пришел в населенные пункты, соцкульпт будет подключать к газу, потому что у нас некоторые школы и коммунальные операторы работают еще на жидком топливе, на дровах, можно сказать, прошлый век. И я думаю, что эти моменты, они как раз и позволят нам развитие и сэкономят бюджетные средства на энергоносители. На недавней встрече с руководством «Газпрома» губернатор Андрей Бочаров обсуждал возможность возобновить участие этой госкомпании в областной программе. Проект приостановили год назад из-за долгов. Сегодня регион уже вошел в график по всем текущим платежам. Достигнута договоренность в связи с намеченной положительной динамикой по проплате за газ. Будет восстановлена и откорректирована программа газификации, которая приведет к дальнейшему газификации более отдаленных сел на территории Волгоградского региона. Пока из почти 200 объектов, предусмотренных региональной программой газификации, введено в эксплуатацию 138. Еще 36 готовы к запуску и проходят испытания. А на 18 объектах завершаются строительно-монтажные работы.